Привет, друзья! Сегодня у меня немного необычный рецепт заготовки для борща, а точнее, скажем так, заготовок для борща. Это мой рецепт, я сразу скажу. Я такого рецепта в интернете не находила, а придумала я этот рецепт сама в ходе своих многолетних экспериментов с различными заправками для борща. Борщ у нас в семье очень любят, приходится довольно часто его готовить, но любая хозяйка знает, что борщ варить, это считай, целый день надо потратить. Поэтому я предпочитаю потратить время на то, чтобы сделать, пусть, может, вам покажется и длительную такую заготовку, но она сэкономит потом мое время впоследствии. Предвижу в ходе рецепта очень много ваших вопросов различных, всяких недовольств, типа, зачем овощи варить, зачем все это разделять, и вообще, в чем тут суть, зачем все это. Я постараюсь на те вопросы, которые я предвижу, ответить в конце этого ролика, ну а какие я не смогу предугадать, я отвечу в комментариях. Я сразу скажу, что все комментарии, абсолютно все, я читаю сама лично, на все обязательно отвечаю, особенно на все вопросы. Поэтому буду очень рада вашим любым комментариям. Заранее вам спасибо за просмотр. Подробный рецепт я вам сейчас покажу. Поехали! Решила я вам рассказать, потому что у меня свой рецепт, он отличается от многих рецептов в интернете, в которых овощи все режутся, еще чаще трутся на терке или на комбайне режутся. Затем все это пережаривается или тушится в общей емкости и раскладывается по банкам. Дальше уже кто стерилизует, кто не стерилизует, это уже вопрос десятый. Я раньше делала такие тоже заготовки. Я много лет делала, делала даже борщ, который прям с капустой закрывала в банке. Но однажды муж, когда зимой ел борщ, который был приготовлен с помощью вот такой вот заправки, он мне сказал, «Ты все-таки, это борщ не такой. Давай я куплю вот овощи и ты сготовь нормальный борщ». Нормальный. То есть, это борщ ненормальный. Я его прекрасно понимаю, что он имел в виду. Мама меня с детства учила, что когда варишь, даже самый простой банальный суп, старайся, чтобы он был не только вкусный и питательный, но чтобы он был красивый в тарелке. Вот когда мы варим борщик по классическому рецепту, то есть, все овощи у нас туда попадают в свой черед и по отдельности, такой борщик у нас получается красивый, и мы в нем можем видеть и бордовую свеколку порезанную, и красивую оранжевую морковку, и зажаристый лучок. Ну, а когда мы используем нашу заготовочку, заправку зимнюю, то там у нас просто некая масса примерно одного цвета, что лук, что морковь, что свекла, и плюс еще, конечно, добавляется немного перемешанный вкус, то есть, ничего не имеет собственного вкуса. Итак, в эту заготовку у нас пойдет морковка, свекла, лук, я еще его не чистила, я пока вам только рассказываю, чеснок и растительное масло, ну, а также специи. Итак, овощи мы моем и ставлю варить стандартно, как варится свекла, свекла у меня не крупная, видите, да, морковка варится меньше свеклы, но я поставлю где-то примерно 40 минут, заметьте, в кожуре, просто помытые от грязи овощи и морковка тоже не чищенная. Морковку я буду варить в отдельной кастрюле и свеклу. Вот, варим почти до готовности. Отваренные овощи слить в кипяток, резко залить холодной водой, затем воду слить и с открытой крышечкой в кастрюльках оставить остывать. Овощи остыли, теперь их надо почистить и порезать. Помидоры перемалываем в блендере. Перемолотые томаты ставим на огонь и прокипятим их примерно минут 20-30. Займёмся зажаркой. Нам нужно порезать лучок. Начинаю делать наши баночки. Я беру пол-литровые банки. У меня банки новые, поэтому я их не стерилизую, я их просто сполоснула. Если у вас БУ, то лучше, конечно, простерилизовать. Теперь в каждую баночку я режу один зубчик чеснока. Режу не мелко, ни на какой не надавилке, а просто вот так кусочками. Можно резать просто пластинками. Я не люблю, когда очень много чеснока в борще, поэтому небольшие количества. Сварено, почищено свекла. Сварено, почищено морковь. Сночок разложим по баночкам. Здесь у нас на плите лучок. Делается зажарка. И томится томат на маленьком-маленьком огне. В чём принцип? Для того, чтобы у нас не окрасилось всё свёклой. Свёклу я буду закрывать отдельно в каждую баночку. Только свекла. Свекла и чеснок. Морковку я режу так, как я её режу обычно в борщ. Я обычно режу такими вот полукружочками. Такими не очень тонкими, чтобы это не разваливалось. И сразу беру баночку. И порезанную морковку буду складывать в баночку, чтобы у меня получилось пол баночки. Морковку будем закрывать отдельно с луковой зажаркой. Я не буду вас утомлять этим процессом. Я думаю, всё понятно. Вот до середины баночки я буду наполнять морковкой резаной. Борщ обычно мы варим всё-таки довольно большими кастрюлями. Правильно? Если посмотреть ориентировочно кастрюля, где-то 6 литров, то вот пол-литровая полная баночка свёклы, это будет в самый раз. Равно как и половинка морковки и половинка зажарки лука. Будет отдельно морковка с луком, отдельно свёкла. Баночки я наполнила. Вот, видите, до половины. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь баночек у меня как раз входят в мой тазик для стерилизации. Теперь я сюда буквально по щепоточке добавлю петрушки. Я решила много не добавлять. Наша зажарка готова. Вот, лучок обжарим как раз до такого состояния, до какого мы его обычно обжариваем, когда готовим борщ. И теперь я поровну раскладываю всю эту зажарку в наши баночки. Я не указываю вам точное количество лука, точное количество морковки. Поскольку кастрюли для борща могут быть разные, банки размер вы тоже можете выбрать, другой какой-то. Я вот решила для себя, что пол-литровая банка вот такой вот заправки, она как раз оптимальна на ту кастрюлю, в которой я обычно готовлю. А вы уже смотрите сами. Главное, что я хотела до вас донести, это вот, скажем так, необычный сам принцип. То я делаю эти зажарки. Я не смешиваю со свёклой, потому что всё-таки свёкла, она всё окрашивает. Теперь в каждую баночку я добавлю чайную ложку соли. Вот так, чайную ложечку соли я добавляю. Я беру наш томат, этим томатом и каждую баночку заполняем и даём, чтобы воздух вышел. Конечно, этого томата для борща будет мало. Как я уже сказала, у меня томат отдельно закручен в большом количестве. Я буду в борщ, конечно, добавлять. В данном случае мне нужна жидкость, чтобы овощи, грубо говоря, закрученные, у меня не стояли сухие. И чтобы то, чем я их залью, у меня прекрасно сочеталось с борщом. Доливаю воздух и ещё доливаю. Знаете, вот сама по себе такая заправка, то есть морковка с жареным луком и с небольшим количеством томата будет очень хороша, например, для горохового супчика. Но моя цель, это самое трудоёмкое первое блюдо, это борщ. Поэтому я целенаправленно делаю для борща. Скажите, что можно было перемешать морковку сразу с томатом, вот так не морочиться. Можно было, в принципе, если бы у меня были чёткие какие-то пропорции. Но поскольку этот рецепт на ходу делается, так сказать, из того, что есть. То есть я беру столько овощей, сколько у меня есть, и их использую. Так, всё, вот баночки я наполнила. Этот томат отставляю в сторон. Теперь я беру таз для стерилизации. У меня такой вот алюминиевый таз и вот эта тряпка, которую я всегда использую для стерилизации. Крышечку сверху и баночки пошли в таз. Крышки я тоже не стерилизую. Что думаете, на заводе, когда делают консервы и туда приходят ящиками банки и крышки, их там кто-то кипятит? В данном случае, поскольку мы будем стерилизовать, у нас и крышки, и банки растерилизуются прямо вместе с содержимым. Итак, баночки составили. И отправляем тазик на плиту, наливаем по плечике воду и ставим стерилизовать. Стерилизуем 20 минут, этого будет достаточно. И закручиваем уксус сюда, в морковку с луком. Добавлять я не буду. Я приступаю к разделке свеклы. Варёную свёклу, конечно же, резать гораздо легче. И я люблю, когда свёкла в борще нарезана соломкой. Так я её и режу. И отправляю в баночки. И будет она у нас в борще вот такой красивой соломкой. Вот такая яркая. А не так, как у нас получится, если мы будем тереть её на тёрке и зажарить. Несколько дней моего времени сэкономить. Тех дней, когда я буду варить борщ. Ну, я, собственно, не буду отнимать ваше время на процесс нарезки. Режьте свёклу так, как любите вы. То есть мы получим впоследствии готовые овощи, которые нам достаточно будет. Сварив бульон, отварив в нём картошку. Добавить впоследствии капусту, которую мы тоже заготовим для борща. Открыли баночку с морковкой с зажаркой. Открыли баночку со свёклой. Высыпали. Буквально то, что называется, довели до кипения. Покипятили всего-то несколько минут. Выключили, дали настояться. Получили готовый борщ. Пишите в комментариях, если у вас есть какой-то очень интересный рецепт заготовок для первых блюд. Потому что я очень люблю один раз потратить время, чтобы сэкономить его потом. Сделаем одну баночку. Сделаю смешанную. Вот у меня здесь свёкла. Сейчас я туда ещё порежу морковку. И точно так же её залью томатом. Простерилизую. И потом посмотрим, чего у нас получится. Теперь морковку сюда уже добавлю. Не буду вас утомлять этим процессом. Я думаю, тут всё понятно. Вот идёт процесс стерилизации баночек. Закипело. Засекаю время 20 минут. После чего их закручу. Так же пока на огне стоит на самом-самом маленьком огне томат. Наши баночки простерилизовались. Одну и достаю. Всё полно. И закручиваю. Всё. Баночку переворачиваю. Пахнет вкусно. Зажарочкой. Проверяю, чтобы были полненькие. И затягиваю. Если не полная получилась, то можно дарить у меня томатки. Пришла очередь нашей свёклы. Теперь опять же, в каждую баночку кладу чайную ложку соли. Точно так же, как делали с морковкой, заполняем баночки томатом. Заливаем, потом выпускаем воздух. Смотрите, как я рассчитала. У меня прям томат практически под расчёт. Вот, пожалуйста, никакой граммовки я не делала специально. А получилось у меня прям всё ровно. Теперь накрываю крышечками и составляю в таз для стерилизации. Значит, эти баночки у меня такие. И так же их стерилизую те же самые 20-25 минут. После чего закатываю. Вот стоит наша морковка. Обратите внимание, вся морковненькая. Всё как положено. Сейчас я её укутаю и стерилизую свёклу. Так, свёклка, время вышло. Начинаем баночки вытаскивать. Свёклу я буду добавлять на банку такую неполную. Вот так, неполную. Уксус. Всё-таки свёкла очень сахаристая. Консервант нам тут не помешает в виде уксуса. Также затягиваю под одеялко. Прям немножечко. Уксус нам в борще не помешает в небольшом количестве. Итак, вот вы видите выход продукции. То есть, по итогам мы имеем 7 баночек свекольной заправки с чесночком. И 7 баночек заправки морковка с луком. Как видите, овощи у нас все сохранили свой цвет, свой вид, свою форму. Ничего у нас не развалилось. Всё это прекрасно будет вот точно так же выглядеть в борще. Вот видите, чесночок. При этом свёкла, даже вот эта баночка, в которую я клала морковку и свёклу. Ну, где эта морковка? Ау! Видите, да? То есть, она окрасилась. Это как раз то, о чём я говорила. Что смешанные заправки, которые в основном распространены рецептами в интернете. К сожалению, вот именно этим они меня и не устраивают. Тем, что всё это красит свёкла. Ну, я обещала ответить на возможные вопросы. В частности, зачем вообще я эти овощи варю сначала? Почему бы мне сразу их не порезать и не отправить всё это вместе тушиться? Ну, во-первых, как я уже это сказала во время самого рецепта, что я хочу сохранить цвет. Цвет морковки, цвет лука. То есть, цвет даже того же томата, которого здесь немного, но он всё-таки присутствует. Дальше. Сами понимаете, что варёные овощи легче порезать. Тем более, порезать красиво. Порезать соломкой, порезать морковку. Там вот такими кусочками аппетитными. Сами знаете, свёклу сырую резать, это довольно муторно. Поэтому все и прибегают в основном к тёркам. Зачем я разделила эти банки? Ну, я думаю, что если вы смотрели весь рецепт, вы уже поняли мою главную задачу. В том, что у меня, почему у меня на борщ пойдёт не одна банка заправки, а на один борщ у меня пойдёт две баночки заправки. Они смешаются в борще, но при этом всё-таки морковка и лук у меня останутся того цвета, которого они изначально были. То есть, здесь самая главная моя задача, это чтобы борщ получался красивый в итоге. Ну и вкус тоже, потому что, сами знаете, свёкла – это сладкий очень овощ. И она, конечно, свой цвет передаёт всем остальным продуктам. В чём суть этого рецепта и чем он мне лично нравится? Тем, что он такой, скажем, неторопливый. Он позволяет делать паузы в процессе, отдохнуть во время этих пауз. Сами знаете, что весь день простоять над кастрюлями и сковородками у плиты – ну, нелёгкая задача, особенно с возрастом. А тут можно делать паузы. Поставил варить, пошёл заниматься другими делами. Сварил, слил, опять оставил остужать всё это дело, пока там что-то другое делаешь, другое что-то мелкое режешь, зажарку делаешь и так далее. Ну и ещё один плюс – это то, что такую заправку можно использовать раздельно. То есть свёклу можно прекрасно использовать в салат, в винегрет, в селёдку под шубой. А морковку с лучком прекрасно можно использовать в любой обычный супчик. В частности, очень хорошо будет в гороховый суп, но не только в гороховый. Надеюсь, что вот какие-то ваши вопросы я осветила. Если что-то ещё вам хотелось бы у меня узнать, спросить, пожалуйста, пишите комментарии, я с удовольствием на все вопросы отвечу. На этом я заканчиваю своё видео. Всего доброго, будьте здоровы, питайтесь вкусно. Мира вам всем, добра, солнышко в окошке, мирного голубого неба. Пока-пока, мои друзья, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok